Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Сегодня у нас среда, поэтому простая оценка ситуации по экономическим событиям, обычный взгляд на календарь, тут же безошибочно позволит нам вычленить одно очень важное событие, которое, безусловно, не должно пройти незаймеченным для всех финансовых рынков. Сегодня в 21.00 по московскому времени, друзья, мы ждем протокол американского регулятора. Почему это событие важно? Да потому что в ходе протоколов определяются перспективы и вообще отношения представителей ФРС и в целом всей лидирующей макушке, точнее голосующей, по поводу того, стоит ли корректировать процентные ставки и дальше. Безусловно, после того, как мы не то чтобы совсем полностью, но все-таки есть такое понятие, поставили крест на реформаторских порывах Трампа, мы все равно не отказываемся от того, что американская валюта должна получить достаточный импульс для роста. Ну, конечно же, если у нас нет возможности ссылаться на политику, мы ищем эту поддержку в экономике, в макроэкономических отчетах, в статистике и в риторике представителей ФРС и Джанан Тьери. Нас интересуют, опять же, темпы дальнейшей нормализации денежно-кредитной политики. Эта тема будет актуальна и во втором полугодии 2017 года, поскольку состоятся еще несколько заседаний и потенциально несколько дат ответственных, важных с точки зрения вероятного повышения процентных ставок. Сегодня, друзья, протоколы будут иметь еще, скажем, двойное значение, поскольку позволят нам оценить, изменилась ли позиция ФРС с момента последнего голосования на основании последних макроэкономических отчетов и действительно ли они все еще настраиваются на хотя бы одно повышение процентной ставки до конца этого года. Подтверждение, разумеется, подобных ожиданий будет, ну или, по крайней мере, должно быть воспринято в позитивном ключе для доллара, потому что американцу мы уже отвели, как и всегда, статус лидера рынка. Нужно увидеть более интенсивное движение этого инструмента, нужно, чтобы доллар притинговал вдоль всего рынка, восстанавливался, нужно, чтобы индекс росся, параллельно подстегнулась доходность трежери, сейф-купи, все это должно навалиться на рисковые инструменты. Ну ладно, о долларе мы сегодня еще поговорим, давайте не будем отвлекаться и нарушать наш привычный сценарий. Как вы знаете, первые у нас инструменты на обсуждении это нефти, бренды WTI. Вчерашняя торговая сессия, Клосс 49.66, сейчас с активы торгуются на отметке 49.55. Пока что уровень сопротивления 50 долларов за баррель держится, но вот восстановительные сессии они начинают уже немножко злить, особенно с учетом той новостной картины, с которой мы работаем. На рынке после ралли, которая насчитывает уже практически две полноценные недели бычью ралли, появились слухи, сообщения, информации о том, что второе полугодие для рынка черного золота может стать еще более результативным, ну в плане роста, и трейдерам стоит готовиться к еще более внушительному и мощному обычному ралли. При этом в качестве предпосылок для подобных ожиданий закладывается, что рост спроса со стороны мировой экономики станет опережать предложение. И никаких, друзья, вам доказательств, никаких статистических отчетов и подтверждений этого. В то же время я хочу отметить, что не стоит вот так вот всецело полагаться на тот рост, который мы наблюдали в последние дни, и считать то, что это предвестник и начало более-менее стремительного движения и ухода котировок там выше 55-60 долларов за баррель. Почему? Потому что, опять же, у нас есть возможность смотреть за статистикой, у нас есть возможность оценивать доклады влиятельных агентств, которые копаются в этом секторе и прекрасно понимают, что к чему. У нас есть возможность следить за объемами добычи нефти в тех регионах, которые не обредены, собственно, условиями нефтического пакта. И вот эта статистика, которая и должна быть залогом, опять же, правильных выводов, должна быть фундаментом для каких-то умозаключений по поводу того, что может произойти с нефтью дальше. Не то, что происходит сейчас, друзья, а что произойдет дальше. Вот эти умозаключения должны усиливать наш с вами прежний прогноз и ожидание того, что актив просто обязан оснижаться. Напоминаю, что у нас есть несколько регионов, это штаты, которые со времен подписания энергетического пакта в конце 2016 года только увеличивают объемы добычи. Но вот единственное исключение позапрошлая, получается, неделя. На прошлой неделе мы подводили итоги позапрошлой, когда объемы добычи снизились на 100 тысяч баррелей. Но мы уже нашли объяснение в временности факторов. Поэтому с особым сейчас интересом ждем очередной доклад администрации энергетической информации. Он из-за празднования дня независимости, напоминаю, поехал на сутки. То есть вместо сегодняшней торговой сети эти данные у нас будут завтра. Посмотрим, что произошло с объемами добычи за прошлой неделе. Тогда, когда последствия тропического шторма уже должны быть в меньшем ключе проявленных в макроэкономических отчетах. Администрация энергетической информации, если вспомнить прогнозы, на которые я уже делал большой акцент, прочие, сохранение восстановительной динамики, существенно скорректировали прогнозы в сравнении с теми цифрами, которые мы видели в начале этого года. В планах выйти на показатели добычи в 9,5 миллионов, а уже в 2018 году тестировать планку в 10 или даже повыше. Я считаю, что это оправданные ценовые ориентиры. На Иран мы с вами долгое время не обращали внимания. Вот вчера наткнулся на статью. Согласно отчету и последним данным, буквально неделю по давности, объемы добычи достигли 3,9 миллионов баррелей в сутки. Это максимальный показатель с времен вообще снятия международных санкций. То есть Иран, напоминаю, участник сделки ОПЕК и все равно сохраняет очень серьезные амбиции. Не то, чтобы стремиться к каким-то более высоким показателям по добыче, а реально делать и загружать производственные мощности и выходить на новые объемы поставок. Помимо этого, Ливия в планах до конца лета 1 миллион. Сейчас у нас уже больше 9,35 миллионов, точнее 930 тысяч по производству. То есть план тоже вполне реализуем. И вот эти цифры явно позволяют нам сделать вывод о том, что не спрос будет настолько велик, что не охватит, соответственно, все предложение, которое присутствует на рынке. У нас эти статистические отчеты доказывают то, что предложение по-прежнему зашкаливает и оно существенно опережает спрос. И если вспомните доклад международного агентства, ну, собственно, у нас новые уже будут доклады спустя буквально неделю, когда они будут касаться итогов последнего летнего периода, точнее июньского периода. Мы на них обязательно обратим внимание, но я думаю, что и там мы больше найдем поддержки для наших коротких позиций. И сегодня, друзья, в 23.30 по московскому времени, уже поздним вечером, доклад от Американского института нефти. Это предвестник уже официальных данных. Я думаю, что рынок непременно перейдет в движение от этих цифр, потому что свежие статистики уже давно не видели. Нужна сейчас статистика, потому что прошлые макроэкономические данные были проявлением форс-мажорных обстоятельств. Сейчас нам нужно выйти на привычный нам тренд, который можно будет легко объяснять. Поэтому я предлагаю, пока что держится отметка 50 долларов за баррель. Сейчас тем более нужно сохранять прежние медвежьи позиции и взгляды на то, что этот инструмент и в целом весь сектор должен оказаться на более низких ценовых значениях. Рубль 59.36, ну все, без изменений, поэтому давайте не будем останавливаться, сразу перейдем к доллару японской иене. Котировки на текущий момент находятся на отметке 113.06. В целом планка 113, она была достигнута благодаря той поддержке, которую доллар получил благодаря макроэкономическим отчетам. Активность в производственном секторе АИСМ, показавшая чуть ли не самое лучшее значение с 2010 года. На это нельзя не обращать внимания, потому что активность этого сектора это один из основных компонентов, предвестников более высоких и более интересных показателей экономического роста, которые мы будем анализировать впоследствии. То есть у нас уже есть предпосылки увидеть хорошие макроэкономические данные. С этими сильными отчетами мы подошли с вами к протоколам. Мы можем примерно спрогнозировать, какую риторику нам стоит ожидать. Но я в начале, собственно, этого брифинга уже акцентировал внимание, что, скорее всего, ФРС подтвердит планы и сохранение приверженности политике более высоких процентных оставок. Тем более, что, опять же, ссылаясь на Джанет Йеллен, мы помним, что она сделала такой неоднозначный акцент в сторону того, что внимания на показатели инфляции сейчас будет обращаться меньше, поскольку индекс потребительских цен сохраняет очень высокие показатели волатильности, в прямом смысле демонстрирует широкий диапазон кода. Но все равно есть предпосылки через рост потребительской активности и хорошие показатели роста заработных плат увидеть восходящее движение этого индикатора. А что касается рынка труда американского, то мы здесь без сомнения ждем очень хорошие показатели. Собственно, этой неделе будет замыкаться Non-Farm Parals, как вы помните. Даже если не протоколы, то, по крайней мере, Non-Farm Parals должны вытащить американца и подстегнуть интерес к нему и затащить против иены выше текущих значений. Ну и это, как я уже отметил, будет использоваться нами как возможность продавать рисковые инструменты. Вчера внутри дня мы видели, как пара доллара японская иена оснижалась, но я думаю, что те, кто следит за новостями, в курсе того, что на рынке был комментарий, точнее, была новость о том, что Северная Корея в очередной раз провели успешное испытание баллистических ракет очень большой дальности. Там, по-моему, даже чуть ли не по 3000 километров это межконтинентальные баллистические ракеты. И снова это напомнило трейдерам про те конфронтации, очевидные такие столкновения, которые имели место быть чуть больше месяца назад между США и, разумеется, Северной Кореей. Эта тема привела к спросу на защитные инструменты. Мы увидели, как деньги снова потекли в японскую валюту, в прочие защитные активы, и доллар немного ослаб. Ну, вот сейчас мы видим котировки снова выше 113, поэтому можно сказать, что отделались легким испугом, трейдеры снова постепенно возвращаются в расположение доллара, индекс доллара продолжает карабкаться вверх и тянет за собой доходности американских трейджерис. Поэтому нам остается только верить, что протоколы не подведут, собственно, так же, как статистика по рынку труда. И мы сможем закрыть по паре доллара и японская иена эту неделю выше уровня 113,5, но я думаю, что цель максимума это даже забраться выше планки 114 иен против доллара. Евро против американца. Вчера вышел очень важный лист по индексу цен производителей. Это та статистика, которая готовит нас к будущим показателям инфляции. Индекс цен производителей просел в месячном выражении на 0,4%, в годовом тоже снижение с 4,3% до 3,3%. Это, конечно же, плохо. Это доказывает то, что индекс потребительских цен продолжает снижаться. Это доказывает сохранение понижательного давления на общие показатели инфляции. И резюмировал, собственно, этот макроэкономический отчет еще главный экономист Европейского центрального банка Питер Пратт. Мы следили за его выступлением, собственно, как и ожидалось. Мы настраивались с вами на шаблонные фразы, клише для ЕЦБ, особенно со стороны тех представителей, которые радуют за сохранение экономических стимулов, то, что очень много будет сказано про проблемы с инфляцией. И, собственно, Питер Пратт оправдал наши ожидания. Цель по индексу потребительских цен не выполнена, на индекс продолжает сохраняться давление. Поэтому экономические стимулы останутся таковыми и дальше, и пока что ни о какой нормализации денежно-кредитной политики речи быть не может. Может быть, именно поэтому евро вчера оказался под таким небольшим прессом, но все равно это не та интенсивная коллекция, на которую мы настраивались. Надеюсь, что сила доллара и рост этого актива окажут на рисковые инструменты на евро еще большее воздействие. Мы вот в последние дни еще обращали внимание на рынчальное позиционирование, потому как трейдеры ведут себя с покупками и продажами в отношении евро. У нас раньше был очевидный перекос в сторону продаж, сейчас этот перекос уже постепенно снижается. Ну да, доминирующие позиции по-прежнему продажи. Но он, вот этот экстремум того, что больше 70% трейдеров продают, он уже не так очевиден. Сейчас баланс смещается уже даже в сторону 60 и 40. Пока что это еще сигнал того, что евро действительно может забраться и выше. Но я думаю то, что изменение этого позиционирования уже очевидное вкупе с слабыми данными по инфляции, вкупе с комментариями, с заявлениями Европейского Центрального Банка, что мы как трейдеры неверно интерпетировали последние комментарии Драги, то, что даже он не намекал на ужесточение монетарной политики. Это то, что должно вернуть европейскую валюту к более низким ценовым значениям. Соответственно, друзья, если рассуждать дальше, я предлагаю сохранять все-таки долгосрочные, если не срочные позиции по евро и ориентироваться на то, что главный валютный риск все-таки пойдет ниже. Фунт против доллара. У нас индекс цен, точнее индекс активности в строительном секторе. Это тот отчет, который вышел за активностью в производственном секторе и, как мы и ожидали, тоже продемонстрировал слабость. 54,80, 50,6. Сегодня на повестке дня индекс активности уже в сфере услуг. Напоминаю, что на этот сектор приходится больше 80% всего экономического роста и восстановления. Поэтому, если фунт распродажем реагировал на активность в производстве и в строительном секторе, то провал сегодняшнего риза может оказать еще больший прессинг на этот инструмент. Сейчас котировки 1,2931. Если статистика в соответствии с ожиданиями будет разочаровывающей, то мы очень быстро сможем оказаться ниже планки 1,2850. И снова будем рассчитывать на то, что эта пара двинет в правильном 1,25. Вот из последних прогнозов, которые я увидел на рынке, я хочу предложить вам идею Goldman Sachs, в соответствии с которой есть возможность увидеть британца против доллара чуть ли не на отметке 1,20. И как они аргументируют эту позицию? Действительно, аналитики и эксперты Goldman Sachs проанализировали последние комментарии руководства британского. Но выделили следующие аспекты сейчас зашкаливающей инфляции и вообще предпосылок для ужесточения монетарной политики. Есть внутренние причины, есть внешние причины разгона, точнее ослабления курса национальной валюты и, соответственно, роста показателя инфляции. Так вот, если бы речь шла о каких-то внутренних, скажем, значениях низкой потребительской активности, то, возможно, бы Банк Англии действительно имел базис для принятия решения о росте процентных ставок. Но поскольку все-таки причина внешне, она связана с Брекзитом, торопиться, конечно же, Банк Англии не будет. В связи с этим, те, кто поставил на скорое повышение процентных ставок и, то есть, нормализацию денежно-кредитной политики, вам стоит пересмотреть свои ожидания, друзья, поскольку фунт вряд ли будет тестировать уверенно, особенно план по 1.30, и вряд ли закрепится выше. Скорее всего, мы увидим этот актив гораздо ниже текущих значений. По австралийцу уже более-менее все понятно. Мы с вами разобирали вчера еще во время брифинга о следствии, опять же, решения Резервного банка Австралии сохранить ставку на прежнем уровне в 1,5%. Руководитель Резервного банка Австралии Филипп Лоуэ не стал засыпать экономику комплиментами по поводу каких-то прогрессов, улучшений и восстановительных динамик. И не подхватил риторику не Европейского центрального банка, я думаю, ошибочную в восприятии трейдерами, не подхватил риторику Банка Англии, Банка Канады и не намекнул на возможности тоже роста процентных ставок. Поскольку были сделаны акценты, как мы с вами предполагали, на кризисы самые настоящие в жилищном секторе, на закредитованность домохозяйства и на проблемы с заработными платами, которые ограничивают потребление на внутреннем рынке, Вывод, собственно, последовал сразу. Резервный банк Австралии сохранит выжидательную позицию и посмотрит, каким образом приняты ранее фискальные меры продолжат способствовать улучшению ситуации в масштабе всей экономики. Это мягкий комментарий и ни в коем случае не жесткий. Поэтому австралиец у нас ослаб фактически на фигуру. Вот сейчас котировки по OutUSD находятся на отметке 0.7617. Я думаю, что мы легко и, в принципе, вправе можем ставить на потенциальную коррекцию снижения этого дуэта актива в районе 0.75. И еще больше, конечно же, импульс коррекции этот актив может приобрести после появления мощных сигналов роста доллара, которые реально могут быть обозначены на рынке после протоколов, после пятничных non-farm parallels. Золото вчера укрепилось. Причина низколиквидной торги из-за дня независимости в Штатах и вот этот такой событийный фон в виде испытания баллистических ракет в Северной Корее. Но, опять же, по золоту мы уже с вами стали руководствоваться короткой позицией. Мы уже в продажах. И я не сомневаюсь в том, что мы до конца этой недели сможем протестировать поддержку 1220 долларов за тройскую унцию. И доллар канадец сейчас в центре внимания, поскольку поразительная динамика, 10-месячный минимум этой валютной пары, соответственно, 10-месячный хай для канадца в целом. Канадский доллар растет благодаря поддержке нефти. Вчера еще вышел индекс активности в производственном секторе, рост с 54,7 до 55,1. 16-месячная тенденция укрепления этого индекса. Еще, собственно, трейдеры по-прежнему уверены в том, что канадский регулятор пойдет на повышение процентной ставки. Но, на мой взгляд, текущее значение, но это уже что-то чрезмерное. Это избыточно. И рынку, наверное, пора бы уже успокоиться, потому что за период чуть больше в 2 месяца USDCAD уже просел практически на 1000 пунктов. Учитывая то, что помимо лишь ожиданий того, что канадский регулятор будет повышать процентную ставку, ничего не случилось. Я продолжаю верить в то, что разочарование в связи с этим, то есть в случае прошествия, опять же, предстоящего заседания Банка Канады и отсутствие решения о росте процентных ставок, может вызвать массу негатива и критики в адрес канадского регулятора и спровоцировать такой же существенный разворот. Его самое главное, друзья, поймать. У меня пока запас прочности и уверенности фундаментальный достаточно, чтобы держать длинную позицию. Я надеюсь, что запас прочности в ваших депозитах, тех, кто торгует парой USDCAD, он тоже пока соответствующий и позволяет находиться в этой длинной позиции. И я хочу верить в то, что вы разделяете похожий взгляд в отношении канадца и, разумеется, не будете отказываться от того, чтобы сохранять такой трейд на ближайшие несколько недель. Друзья, ну вроде бы как разобрали основной набор инструментов. Разумеется, завтра нам снова будет о чем поговорить. Завтра мы будем подводить с вами итоги уже протоколов. Я обязуюсь разложить по полочкам тот фундамент, который будет греметь в рамках сегодняшней торговой сессии. Поэтому с огромным удовольствием вас всех приглашаю завтра на брифинг, который состоится в 9.30 по московскому времени. Из важных событий. Сегодня в 11.30 ждем сферу услуг, активности в этом направлении по Англии. Ждем слабых цифр и ждем мощнейшего давления на британцев. В 21.00 протокол ФРС и в 23.30 замыкающая торговую сессию релиз от Американского института нефти по запасам. Надеюсь, что эта статистика все-таки развернет быков и усилит упрощить позиции медведей. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.